Здравствуйте, меня зовут Махнёв Андрей, и мною была изучена статья Монина от 1967 года о уравнениях турбулентного движения. В этой статье были рассмотрены три метода описания турбулентного движения, а именно при помощи характеристического функционала выражения для конечномерных распределений и уравнений для моментов. Прежде всего надо сказать несколько слов о характере турбулентного движения, а именно турбулентные потоки по сути своей являются случайными процессами, и описывать их надо при помощи распределения вероятности фазового поля. То есть, чтобы полностью решить задачу турбулентного потока, надо найти распределение вероятности фазового пространства. В первом методе вводится так называемый характеристический функционал, и характеристический функционал является полной характеристикой описания турбулентного слоя. То есть, по вариационно-производным этого характеристического функционала, по его координатам, можно найти большинство статистических характеристик, такие как распределение вероятности, среднее значение и так далее. То есть, какое величине динамик смотрится случайно, как бы является скорость? Да, то есть, мы рассматриваем для поля скорости, и характеристический функционал, можно сказать, это фурьер-оброс-арт, сказанное, произведение скорости на детерминическую функцию. И, то есть, задача сводится к тому, к нахождению этого характеристического функционала. Из уравнений гидродинамики можно написать уравнение для этого характеристического функционала, номер два, где D, D, J, T – это вариационно-производная, это производная функционала по компоненте θ. Также следует дополнить уравнение 2 условиями нежимаемости 3. Это же, да, это уравнение для одной координаты, то есть, это проекция на одну из координатов. Следует дополнить также это уравнение условиями нежимаемости 3. Но это, но уравнение для вариационных... Уравнение в вариационных производных, даже линейное, общий метод решений неизвестен, и поэтому данная задача, ее следует упростить. И одно из упрощений – это разбиение пространства, то есть, разбиение пространства на конечный набор точек, для которых задается... Для которых отдельно задается распределение вероятности, и для этих точек можно... И наша система уравнений из бесконечно... бесконечно мерного... Бесконечно мерный, то есть, бесконечно, можно сказать, числа уравнений. То есть, как сказать, ограничивается, то есть... Становится конечномерный, вот. То есть, вводится... Эквивалентный... В распределении вероятности вводится... Характеристическая функция дета, и в данном случае она задается как значение характеристического функционала на суперпозиции линейной дельты функции. То есть, для данного функционала пишется уравнение 4, и также оно дополняется условием нежимаемости, как в предыдущем случае, то есть, условием 3. Так... Ну, и эта система обычно... Она является намного проще, чем в первом случае, то есть, у нас... Мы выбираем какой-то дискретный набор точек, и пишем уравнение для этого набора. Ну, и третий метод... Метод написания турбулентного потока является уравнение для моментов. Как и многие другие статистические величины, для характеристических функций можно... То есть, написать... Можно написать уравнение для моментов. То есть, можно написать систему уравнений для м-моментов, то есть, и из них получать нужные нам величины, такие как распределение вероятности, например, скорости. И мы получаем бесконечную систему уравнений 2, то есть, у нас будет... И нам нужно... Необходимые условия замыкания. То есть, без этого у нас будет бесконечная система уравнений с бесконечным числом неизвестных. Также стоит отметить, что вследствие нелинейности уравнений на вес токса, из которых следует уравнение 2, у нас в каждом n-ном уравнении... Уравнений для n-ного момента существует n плюс первый момент. То есть, нам необходим какие-то условия для замыкания этой системы. И были предоставлены в данной статье три метода замыкания системы... Замыкания системы уравнений 3-моментов. Первый момент – это просто исключение членов с n плюс первого члена из уравнений 3-ного члена. Но для n равным единице такой подход полностью исключает турбулентное движение, то есть, турбулентное отписание, в принципе. Для n равное 2 исключение третьего члена эквивалентно тому, что из уравнений на вес токса мы исключаем нелинейные члены. То есть, таким образом можно описывать слабое турбулентное движение, но члены, и в 2-3-ней линейные члены, то есть, члены для n третьего момента, они включают в себя... Они описывают характеристику, такую как распределение энергии турбулентного слоя по спектру. То есть, полностью описать турбулентные движения при помощи... исключает третье членов, но невозможно. Второй метод – включать в себя исключение n плюс первого момента, но не просто уничтожение, так сказать, а выражение его через моменты предыдущего момента. То есть, для n плюс первого момента он выражается через n и так далее до первого момента. Для... Для этого метода он подходит для крупномасштабных... если не буду... Крупномасштабных турбулентностей и... Турбулентности, да. Но он не совсем подходит для мелкомасштабных турбулентностей. И третье... Третий метод замыкания уравнений для моментов это использование гипотезы самоподобных самоподобий статистических характеристик. То есть, на масштабе... То есть, предполагается, что величины поля скорости в какой-то точке n ноликовые в окрестности... В окрестности L там... Характерного масштаба турбулентного движения является статистической величиной статистической характеристики и она подобна... Она эквивалентна другим точкам... другим точкам ноль взятым в этом поле. В принципе... В принципе, это все. Что хотел сказать? Ну, давайте вопрос по глобальному описанию. Ну, это, наверное... Примеров никаких не будет? Нет, сейчас примеры будут дальше. Это строго теоретическая статья. Примеры будут... Примеры будут в этом... В других, да. Ну, наверное, более-менее вы изи раньше представляли, как... Какое описание возможно? Просто здесь три варианта, чтобы вам напомнить, что это было сказано. Да вот все так... А я правильно понимаю, что первые два варианта, они в некотором роде эквивалентны? То есть, если мы решаем задачу в характеристическом функционале рассматривание бесконечное число степеней свободы, ограничиваясь каким-то конечным базисом, и если мы начинаем рассматривать моменты, то в принципе, это одно и то же. То есть, если мы, например, рассматриваем n моментов, это значит, что мы рассматриваем характеристические функционалы, упрощенно говоря, там, в виде, например, там, е в степени, там, и у плюс, там, у квадрат пополам, плюс у в кубе натре, то есть, только такого рода, и ограничивая их по n, мы, опять же, все свели к системе n независимых функций. То есть, опять же, какой-то вот такой базис сотворили. Насколько я понимаю, что в целом должно быть да, потому что эквивалентно, потому что, честно говоря, я не совсем уверен в том, что они эквивалентны. То есть, они... Сейчас. Нет, я только имею в виду, что она не совсем эквивалентна, а что второе, это частный случай первого, когда мы выбираем систему не удобным нам образом, а вполне конкретным вот таким. В принципе, да. То есть, это, можно сказать, частный случай. Такое упрощение, можно сказать, для решения. Собственно говоря, для того, чтобы решить это уравнение, ну, собственно говоря, принимается это упрощение. Ну, ладно, давайте более подробно сейчас остановимся на втором методе, То есть,